Здравствуйте, дорогие зрители канала Заметки Нумизмата! У нас новый выпуск, новый конкурс. Приз 5 рублей, посвященных тысячелетию России, изображение памятника в Новгороде в честь этой даты, монеты выпущены в советский период, в лучшем исполнении, в оригинальной запечатке, полированное качество, хороший, достойный приз. Мы уже с вами договорились, что отныне будем стараться задавать вопросы так, чтобы вы не торопились отвечать. И, в первую очередь, принимается за победу полнота ответа. Ну и также, прошу вас, старайтесь отвечать своими словами, присылать просто выдержки из интернета и перепечатанные статьи, ну в этом нет большого смысла. Можно ответить достаточно полно, просто переработав прочитанную информацию. Для этого у вас и будет целая неделя времени, подчеркиваю, победит тот, кто даст самый полный, самый развернутый и интересный ответ. Советская банкнота. 3 рубля. Трешка. Одна, наверное, из самых популярных банкнот позднего советского периода. Ну, разве что красненькая десятка сравнится с ней по популярности. Но сам-то номинал необычный. Среди банкнот, других стран, цифра 3 не очень часто распространяется. Большинство денежных систем используют систему удвоения или десятичную систему. Ну, как доллары. Доллар, 5, 10, 20. Есть 2 доллара. Ну, что достаточно удобно. Хотя и 2-долларовые бумажки применяются, вы это прекрасно знаете, крайне редко. Евро. Ну, здесь вообще все начинается с 5-евровой банкноты. Дальше идут 10, 20 и так далее. А вот в советское время использовалось 3 рубля. А как вообще появился этот странный номинал в Советском Союзе и даже еще раньше в России? С чем он связан? Какова его история? Зачем понадобился именно такой необычный номинал? И а как правильно называть на самом деле 3-х рублевую бумажку? Жду ваших ответов. У вас неделя. И, надеюсь, скоро мы узнаем имя победителя. А если их будет несколько, мы обязательно найдем поощрительные призы. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok